ХОМО Слово ХОМО, то есть Человек, состоит из двух слогов – ХО и МО. Одна часть божественная, другая – природная. В разрыве этих смыслов возникает понимание слов, гармония, этика, нравственность. Эти слова могут возникнуть лишь там, где есть антагонизм, то есть противостояние. Объединение Земли и Неба символизирует идеально сбалансированного человека. То есть, когда мы говорим о Земле и Небе, мы говорим о том расстоянии развития, которое человек должен преодолеть в своем возрастании. Понимаете? Конфуций еще задолго до Иисуса говорил, не делай того, что не желал бы для себя. Сердце человека олицетворяют две дуги, соединенные любовью – мужская и женская. А в центре сердца – крест. Крест, где земная горизонталь перетекается с небесной вертикалью, есть центр обозначения взаимосвязи – небо с землей. Горизонтальная линия женская, вертикальная – мужская. Древо жизни – это тоже крест. Многоуровневый крест служения, где десять миров, связанных между собой двадцатью двумя путями, то есть гранями мировосприятия, образуют Вселенную Сына, если к ним прибавить одиннадцатую тайную сефиру до ад. И мы получим тогда сакральное число – тридцать три года земного служения Иисуса. Сейчас я вам покажу схемку тут, она у вас тоже есть. Видите, это именно уже трансформация структуры древа Сефирот в крест, по сути дела, крест служения. И одновременно это основа цифрового кодирования всех процессов мироздания. Принцип образования божественной пропорции. Тайная сфера даад. Это находится в центре вертикального столпа. Вот вы ее тут видите, да? И означает присутствие в мужской вертикале женской имманации в фазе Святого Духа. Именно здесь появляется первичный элемент миростроения – эфир, который все созидает в космосе, и который Академия Лженаук когда-то упразднила и до сих пор боится восстанавливать. Если в вашем восприятии появляется эфир, и он начинает вибрировать, то тут же отзовется и физическая материя, и возникнет эффект резонанса. Микрокосмос – человек и макрокосмос – Бог начнут взаимодействовать, и возникнет следующее состояние мира – Бога человеческое. Три первичных элемента таблицы Менделеева с окончанием рот – водород, углерод и кислород – в сочетании с разрешительным элементом азот – образуют четыре нуклеотида нашей белковой организации – аденин, цитозин, гуанин и тимин. Каждое такое сочетание имеет индивидуальную геометрию проявления – тетраэдр, октаэдр, экосаэдр и додекоэдр. И все эти формы помещает в себя сфера. Каждая из этих форм – тождественно мирообразующим стихием. Тетра – огонь, октаэдр – воздух, экосаэдр – вода, додекоэдр – эфир. И все это вместе – земля, кубическое основание жизни. Человек есть объединительный субъект духа и материи. Например, экосаэдр и додекоэдр в хромосомах его организации – это план, карта всей жизни человека, в которую он по достижении понимания может вносить необходимые ему коррекции. В этом случае древо, как крест жизни, через материю духовного рождения человека может активизировать его регенерацию к вечной жизни. В этом случае человек достигает понимания, что внешняя оболочка вещей – всего лишь шелуха образа, скрывающая его суть. Развертка куба Земли образует крест служения, с помощью которого можно центрировать свое внимание на сути трансформационных процессов. То есть квадраты, образующие крест – это стороны света, времена года, стихии, этапы времени. Это процесс статичной устойчивости. Шесть первичных физических оснований креста, качеств человека, строительные блоки, из которых строится Вселенная. И в своем развитии эти топоформы должны достигнуть состояния до декаэдра – эфир, прана, тихионная энергия. До декаэдра есть высшая форма сознания – разум. Это внешний край энергетическому полю человека. Шесть блоков создают необходимое качество Вселенной на трех основных путях развития. Вот сейчас здесь еще одна схемка. Здесь вот эти три колонны. Левая – это огонь и земля. Средняя – это духа-воздух, между которыми образуется пространство реализации человека. И правая – это эфир и вода. Левая колонна – женская, правая – мужская, а средняя – это плод их союза. Крест – есть символ творения в плане проявления. А три колонны – это развертки креста в плане его функциальности. То есть функционирование как души, духа и сознания. В конце концов, это приводит к пониманию великого квадратного Пентагля Пифагора, как матрицы из 49 классов познания себя. В этом Пентагле горизонты есть качество человека, а вертикали – каналы энергетической помощи. По подобию этого великого Пентагля в древнем Вавилоне строили башню гордыни – Зикурат. Храм, символизирующий гиперборейскую гору Миру, место обитания божеств. «Семь этажей этого храма олицетворяли семь небес или планов развития, развития себя, а не зреческой власти над людьми. В результате вышло безумие, а не постижение истины». То есть почему-то решили, что, создав такую семиэтажную пирамиду, можно достигнуть небес. Ведь небеса-то внутри нас – это развитие самого себя. Они развитие себя заменили строительством, в общем-то, вот этой каменной башни. Ну, это, конечно, безумие. Чтобы перейти с одного уровня существования на другой, надо обрести более высокий уровень сознания. Цифровое выражение мира – это перевод его состояния из формы определительной, то есть сущностной, в форму глагольную, то есть действительную. Аристотель считал числа выражением взаимодействия и состояния всех вещей. Пифагор утверждал, что все вещи мира можно представить в виде чисел. Все натальные карты судьбы человека составляются по дате его рождения. И не случайно в древности весь мир делили на 10 сферот, то есть сфер. Причем все это соответствовало не только Вселенной, но и организму человека. Вот почему наш ближайший провидец и современник Айванхов категорично заявлял, реки, деревья и горы представляют собой всего лишь числа, материализованные числа. И я вот это видел лично сам во время эксперимента, который проводили с нами в Академии наук, в Институте молекулярной биологии, где мы были вместе с Игорем Витальевичем Арепьевым, и руководил этим экспериментом Академик Андрей Игоревич Политая, который уже много-много лет с нами дружит теперь с этих пор. И там была поставлена задача дематериализовать предмет. Ну, большой предмет мы сразу объяснили, что нам как бы энергии маловато будет. Выбрали, в общем, предмет поменьше. Положили на белый лист бумаги большую скрепку, и была задача ее дематериализовать. Мы с Игорем Витальевичем приступили к этой работе. Клетка сначала начала светиться, потом левитировать. Она поднялась над листом сантиметров на 30-40 и зависла. И в таком состоянии потом произошла вспышка, и она исчезла. Через некоторое время она вроде опять появилась свечение, появилась вот эта скрепка и медленно опустилась на лист бумаги. Все это Андрей Игоревич снимал на камеру. А я взял, потом уже, когда она опустилась, скрепка и заглянул в это окошко камеры. И что я там увидел? Я раньше так никогда не видел, но вот почему-то в этот раз мне решили показать. Весь экран камеры был поделен на очень мелкие квадратики. И в каждом квадратике вращались числа. Они были сгруппированы по три. В каждом квадратике три числа, которые с огромной скоростью мелькали, так сказать, замечались другими числами. И это происходило в каждом квадратике камеры. То есть, по сути дела, весь экран он был из быстро меняющихся, почти мгновенно чисел, которые и создавали, собственно, эту картинку. Когда я сказал об этом, полетая, что я там вижу вот такое вращение, он тоже посмотрел внимательно в экран и ничего подобного не увидел. И сказал, теоретически так и должно быть. Вот очень интересное его замечание. Теоретически так и должно быть. Но практически это увидеть никому еще не удавалось. Вот тоже интересный момент. Теоретически так и должно быть. Теоретически так и никто не увидел. Цифровой код от единицы, как истока всех возможностей до нуля, то есть, слияние всех согласием в состоянии абсолютной жизни, это предел как бесконечно малых, так и бесконечно больших величин. И в этом коде ноль есть потенциал, еще не подвергнутый дифференциации, непостижимый начало всех начал мира, полнота абсолютного единства. Вот в этом лаге потенциалов от единицы до нуля и происходит пиксельное кодирование всех видимых процессов из состояний физической реальности жизни. Почему в пиксельном окошке на экране камеры с неимоверной скоростью мелькали трехсоставные числа? Потому что наша ДНК состоит из 64 кодонов, то есть триплетов действия. Но у человека в активном состоянии находится не более 20 триплетов. А что делают все остальные? Отдыхают. Потому что уровень активности человека в соответствии с его развитием еще не требует мобилизации всех его возможностей. Там, в отдыхающих кодонах образованиях находятся все наши потенциалы. Например, если усилить хотя бы вдвое активность хромосомных триплетов, то иммунная система человека усилится в тысячи раз. И ничем заболеть в этом мире он попросту не сможет.